Тысячи американцев вышли на улицы в Нью-Йорке и Вашингтоне. Главу Белого дома обвиняют в якобы чрезмерно мягкой политике в отношении России. Чего же требуют протестующие и быть ли дружбе между Кремлем и Белым домом? В Нью-Йорке работает наш корреспондент Михаил Комодовский. Все подробности прямо сейчас. Мы не верим тебе, Дональд. Тысячи американцев протестуют против политики президента США. После встречи с Владимиром Путиным главу Белого дома уличили в измене к государственным интересам Соединенных Штатов. Мол, ведет себя слишком мягко по отношению к России. Я не ассоциирую Дональда Трампа с США. Трамп – террорист, который захватил Белый дом. Мы хотим президента, который поддерживал бы основные свободы в этой стране. Чтобы растопить лед между Москвой и Вашингтоном, три дня назад Дональд Трамп встретился с Владимиром Путиным в Хельсинки. В рамках переговоров обсудили возможное вмешательство России в президентские выборы в США в 2016-м. Кремль заявил – невиновные. Трамп поддержал. Верю. Сразу после этой встречи и соратники, и противники Дональда Трампа начали критиковать президента. Не доверяет собственным спецслужбам. Даже однопартийцы твердили – Россия нам не союзник. Я понимаю желание и необходимость иметь хорошее отношение. Это совершенно разумно. Но Россия угрожающее. Правительство, которое не разделяет наши интересы и ценности. Это очевидно. Под таким давлением Трамп меняет риторику. Оправдывается – меня не так поняли. И этот ответ не устраивает противников Трампа. Как теперь строить взаимоотношения с Россией? Никакой войны с Россией. Мы не хотим воевать с Россией. Но мы должны быть осторожны и должны сами защищать себя в киберпространстве. Не думаю, что Путин представляет каждого россиянина точно так же, как и наше правительство не представляет меня. Я знакома со многими людьми из России. И я не думаю, что мы нуждаемся в таких ярлыках. Из-за этого и все проблемы. Сможет ли Дональд Трамп сблизить Америку с Россией – покажет время. Протестующие требуют импичмента президента Америки. А глава Белого дома не устает повторять – Вашингтон нуждается в нормальных отношениях с Москвой. Михаил Комодовский, Роман Филиппов, агентство теленовостей, Нью-Йорк, США.